МАШИНЕ МОКОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РАЗУМ ФРИМОНА ЭПИЗОД 26 Я просто впустую трачу своё время. Пытаюсь открыть этот лифт, но я ведь на 90% уверен, что он идёт только вниз. Как и всё остальное тут. Уже и так достаточно глубоко, кстати. Вся эта система безопасности должна что-то защищать. Готов поспорить, что у нас там гномы, добывающие драгоценные металлы и камни. Я хочу себе гнома. Чёрт, вон ещё пришелец. Я бы посадил своего гнома в клетку и кормил его гранолой. Кажется, они это едят. Кого я обманываю? Если бы пришельцы добрались до туда, они бы всех уже давно сожрали. Гномы ведь мелкие. Минутку, они вообще существуют? Я не могу вспо... Чёрт, за мной снова следят. А что случилось с тем солдатом? Я думал, он разберётся со всем этим. Никто не выполняет свою работу. Почему все, кроме меня, доставляют столько проблем? Знаете, некоторые люди могут сказать, что я заостряю внимание лишь на недостатках, но это только потому, что я не могу вспомнить, чтобы хоть кто-нибудь сегодня сделал что-то правильно. Все только и делают, что ломают что-нибудь, бегают и кричат, стреляют не в тех людей или дохнут. И что мне говорить людям-то? Ух ты, ты отлично потрудился, упав в шахту лифта. Или молодец, что запер себя в холодильнике. Я так тобой горжусь. Ой, здесь же и обосновался этот голубой. Я опять езжу кругами. Лучше ускориться. Раз уж еду кругами, хочу ехать быстрее. Стоп, 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 стоп. Этот тоннель я ещё не осмотрел. И я до сих пор надеюсь найти сокровища. Мы же получали финансирование на всякие дерьмовые проекты, так что, может, тут где-то спрятано золото нацистов? Эх, ничего тут нет. Просто тупик и ещё куча коробок. Наверняка заполненных сетевыми картами, которые мы не используем. BNC или как там его. Что ж, вернёмся к нашей поездке по лабиринту. Знаете, я вот спокойно отношусь к езде по кругу, потому что я пока не исследовал все возможные пути здесь. Видите, этот, например. Не знаю, куда он ведёт. Некоторые люди не могут найти свой путь всю жизнь. На самом деле большинство, да все они. Никто из них не может, кроме меня. Ну, разве что сейчас и я не могу. Опять этот крюк. Я вернусь сюда, если не смогу найти нужный путь. Я не удивлюсь, если вся эта дорога построена только за тем, чтобы народ кругами катать, но я буду расстроен. Эй, это снова один из тех знаков, которые могут что-то делать. Выстрелю-ка я в него. Так странно, он крутится не в ту сторону. Ну? Это как-то поможет, или я снова стреляю без повода? Ага, помогло! Удивлён, что это сработало. Никогда бы не подумал, что стрелять по дорожным знакам — это то, что нужно. Я всегда думал, «Господи Иисусе, у нас тут и геотермальные станции работают, что ли». Стоп, стоп. Так, труп и пришелец, который меня ещё не заметил. Я могу сложить две единицы. Хотя на самом деле это один минус один. Теперь это минус два и я. Хотя, погодите, разве я не номер один? Ни черта не понимаю, о чём говорю. Вот именно поэтому нужно пояснять свои слова. В противном случае люди умирают. Опа, опять это щупальце. Неудачное место, пухлый. Скукоживайся, я подожду. Надо было, наверное, просто ехать на пролом, но... Не знаю, это могло закончиться его падением сверху. Этого я бы не хотел. Интересно, а циркачи уже знают об этих штуках? Клоуны. Знаете, самые странные вещи в своей жизни я видел на шоу уродов. Но там-то уроды сидели в клетках, где ему место? Назад? Тут может быть что-то. Кроме смерти, в смысле. Хотя, вряд ли. Уверен, что если я пойду наверх, то найду лишь кучу трупов с приклеенными смайликами... Это было подло! Куда ты делся? Пускай это будет для тебя уроком. Как эти ублюдки умудряются прыгать на единственную уязвимую часть моего тела? Если бы я был шустрее, я бы мог отбивать их головой, но... А это что? Турель? В ползающих повсюду пришельцев она стрелять не может, а вот увидеть меня сквозь стену без проблем... Эти штуки создают больше проблем, чем решают. Ага, кнопки. И что произошло? А, они подвинули крюк. И какого черта он вообще там был? Ну что ж, это открывает кое-какие возможности. И я буду капитаном эффективности, переведу стрелки, пока я тут. Потому что, может быть, я и пессимист, но у меня есть подлое ощущение, что эта дорога найдет способ снова пустить меня кататься по кругу. В смысле, почему она должна отличаться от всего остального в этом здании? Не думаю, что у вагона тут есть какое-то применение. Это просто дорога фантазии генерального директора. Зачем нужна модель железной дороги, ездящей по кругу, если ты можешь позволить себе настоящую? Ага! Ага, уверен, что скоро я увижу гигантские пенопластовые деревья. Скажу честно, меня прикалывает система переключения рели с выстрелом по знаку. В смысле, я-то думал, тут будет станция управления... А, провод! Я все-таки езжу кругами. Но нет, они хотят, чтобы ты стрелял по знакам. Как пьяная деревенщина, стреляющая по дорожным знаком из своих пикапов. Мне лично нравится. Стрельба. Сменю-ка я стойку, хоть это меня и не радует. Не обращайте на меня внимания, ребята, я просто еду мимо. Ладно, серьезно, я действительно не хочу никому мешать. Боже мой, чего вы все такие враждебные? Эта штука вертится, и меня начинает мутить. Я не могу по вам метко стрелять, когда меня мутят. Где вы? Нет! Сбоку зайти пытайтесь. Я готов! Типа... Переведу-ка я дыхание на минутку. Надо было становиться пиратом. На русский язык перевели Александра Кост и Максим Солодилов. Текст читал Максим Кулаков. Специально для СтопГейм.ру Прекрасно анимированная Лара ловко карабкается по стенам, преодолевает пути в высоту и спускается по тросу. Новая система анимейшн-блендинг придает всем ее телодвижениям плавности и правдоподобие. Кончается. Меньше изумительно никак не дадут. Я на воле играл. Шикарная тема. Как всегда, за приключениями Мисс Крофт просто-напросто приятно наблюдать в любом виде и при всех ракурсах. А уж на Next Gen обертке пропустить такое просто грех. Откинешься, сыграй обязательно. Да уж, после такого-то обзора надо бы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok